доброе утро ну что вот так вот я перемалываю перетираю не знаю короче 2 2 витаминки для пожилых там пожилой уже сидит ждет да ну сейчас 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 немножко нагрею паштет что я в холодильнике не сразу мне весь идет это мой коллагенчик на улице солнышко хотя ночью дождь шел распускаются листочки цветочки весна вообще честно говоря как-то полегче стало сейчас сейчас подожди немножечко мы сейчас дусь и тебе завтрак приготовим радость завтрак чтобы сильно тоже не перегреть его сейчас чайник закипит так нагреется до комнатной температуры я не всю вытаскиваю весь паштет потому что он весь его не съедает а мне нужно чтобы он съел витамины так вот немножечко разминаю вилочкой не то есть это не тебе дуся доедает то что остается совсем чуть-чуть чтобы вот тут вот осталось то чтобы у нас слизывал мне именно с витамина пожалуйста завтрак готов приятного аппетита все дусь нет тебе не достанется тебе это не нужно есть вы едите вы едите корм сухой все что не доест обширон вы все равно первое доедите я знаю дождик опять сегодня мечается я жду курьера кстати я заказала озон фреш того чуть-чуть всего чуть-чуть я поняла что я сегодня не вырвусь ты блин тут я хотя бы знаю какая сумма я когда захожу в магазин я не знаю какая будет сумма на выходе поэтому я купила все что в принципе было необходимо но если будут какие-то нюансы я там даже уже дойдут до куплю да и честно говоря лень было сегодня ехать потому что во первых некогда во вторых дождь шел я думала что сегодня не опять будет дождь но сейчас он будет сейчас потому что солнышко такое местами солнце тучи солнце тучи поэтому сейчас наверняка опять дождь польет это просто утро я свои растения поставила на солнышко но вдруг чё вырастет слушайте обычно она всходит и потом это вот а тут держится поэтому шансы все вам доброе утро пусть день будет чудесным ну и хотя бы нормальным без происшествий хотя бы так так ну что я в патчах курьер приехал забрала значит что купила смысле свиной блин я же не свиной заказывал почему не фарш свиной добавили на картинке был не такой ладно блин куда-нибудь добавлю фарш 400 грамм у меня там кстати есть фарш свиньи на говядину я сейчас туда добавлю и сделаю сразу на килограмм котлет ночью теряться то шницель куриный очень люблю чем говорят такие штучки взял пожарю такой видок ну что делать утро оно такое так дальше или грудки сметана еще филе грудки я просто ночью заказывал кушать наверное очень хотелось это стейк грудки 2 творожка мягких сыр мазда намазка шоколадка обожаю сочетание черного шоколада мяты поэтому сразу беру на глаза не попадалось дальше картофаны картофан белый азербайджанский надо его достать из полиэтиленовый пакет и просушить пусть лежат как говорится лук тоже килограммчик тоже из какого-то азербайджан или еще не помню откуда сахар хлебушек чтобы его жизнь сняла дебиля его реанимацию сделаю и молоко все ничего но мясо смотрите на индейку такую деку секунду козу обошлось это в тысяча тысяча семьсот сейчас я достану корынцы сразу сложу все в этом морозилку сегодня сделаем до ночью раз раз так сейчас поставим с вами котлетки верноваться здесь у меня тесто на пирожки но протесты про пирожки будет на моем втором канале ссылка в конце ролика но я решил что надо его немножко тоже освежить так будем наверно сюда все это складывать в принципе здесь что сюда давайте я сразу хлебушку брошу здесь я хочу вот это бросить потому что это все такое мягкое так что молочке замочим сейчас у нас уже есть молочко я сегодня еще не завтракала но сейчас поставлю это все замочивается и одно яичко сюда сразу так порежем ручок чистить надо слушайте ну хоть лук хороший привезли потому что ну вот я в местной пятерочке на днях пыталась купить там он весь мягкий знаете он уже почил мир иной но все равно продают и вот так блин люди лазят в этой корзине с тухлым луком здесь прям вообще такой крепенький ну этот из азербайджана к нам приехал понимаете ли а тут наверное отечественное что почему он такой тухой неправильное хранение скорее всего да и девочка так сейчас надо лучок порезать мелко у меня в принципе ножи все наточены у меня всегда не хватает терпения хотя знаете кто то режет сначала крупно а потом ножом так наверное сделаем потому что ну вот что это что это он расползается как его резать то никак так ладно как говорится пойдем другим путем сейчас девочки я все это осилил видите я пришла на другую досочку вот так вот сейчас миленько порежу можно конечно сделать зажарку и протушить мне кажется что с таким лучком как то котлеты получаются понежнее может быть я конечно ошибаюсь но я раньше зажаривала а сейчас сейчас я обленилась ну наверное сейчас я готовлю только в удовольствие и это мне нравится я и и и и и сольку достанем сольку перку так перчиком молотым пахнет прям бомба бомба ракета так мы сюда добавим свиной фарш который я заказала думаю что он свиноговяжий свиноговяжий давайте немножко попробуем это промешать видите большая у меня занята мисочка маленькая не очень удобно тут в принципе все влезет просто мешать будет не очень удобно вот надо было большую миску для чего взять в фикс прайсе когда огромная была вот для чего лиза для видео не подумала не подумала в следующий раз поедешь или уже не будет это закон теперь это сюда и дальше наверное вручную все я не могу пробовать сырой фарш я даже пытаться не буду это делать я думаю что тут всего достаточно в принципе в мягкий липи как говорится не хочу все я ничего добавлять не буду вот здесь немножечко постоит потом мы с вами на котлетке пожарим давайте жарить немножко постоял наш фаршик чего ему стоять еще не понятно хочется конечно сделать маленькими аккуратненькими но это не всегда получается я с вами стараюсь видеть что я с вами не знаю я с вами не знаю я с вами не знаю Поворотка не влезет, конечно же. В две тоже точно влезет, да? Красота. Хотела перевернуть, но как я переверну к одной лопатке? Другой рывзавор, да? Так, ну что, малышки, вы готовы? Да, вы готовы. Ничего, вы так хорошенькие, хорошенькие. Так, трогать мы с вами будем. И завтракать с котлетами. Ну, а что нет? Теперь в наших рукавах. Так, сюда я складываю готовые. Так. Поехали. Итак. И вот вторую порцию. Вторая партия обычно больше, знаете, потому что терпения меньше. У меня у бывшего мужа мама могла делать маленькие-маленькие трикогольники. И вот она стояла и часа два вот так вот вытекала, обжаривала. Сначала делала, потом обжарила. Но с другой стороны, она больше ничего не занималась. По хозяйству и по готовке. Это тут, когда ты одной рукой работаешь, другой рукой готовишь. Ну, хорошая, вторая партия пошла. Давайте присядем и попробуем, что у нас получилось. Все прекрасно. И по соли, и по перчику. Ручка не чувствуется, но они прям очень сочные. Так, что тут мой сад, огород. Картошка. Все, наверное, уже можно сюда ее поставить. Лук и картоха. Картоха и лук. Это елка. Вот так вот они стоят. Ой, там у нас... Что у нас там? Уже одуванчики цветут. Вот так. Весна все быстро.